Лампочка оказалась литая. Вот как ее заменить? Она все компаудом залита. Она вообще не заменяется. Это надо просто такую где-то искать и перепаивать провода. Вон они там все запаяны. Все одноразовые. Или ставить какой-то другой патрон самодельный для другого холодильника. Короче, сгорела ли вот эта вот светодиодная плата, но она не заменяется, она не меняется. Это надо вот такую же искать где-то. Здесь не колодок нету, чтобы отключить ее. Ничего, она прям запаяна намертво вон там. Странно. Сейчас все так делают. Все литое. Ура! Лампа загорелась! Там, короче, просто вилка отошла. И она снова заработала. Не надо менять. Слава Богу. Всем привет, друзья! Ну вот и утро следующего дня. Снова с вами деревенские будни. Снова свои хлопоты, заботы сегодняшнего дня. Сегодня у меня выходной. И сегодня будем работать по дому. Сижу, вот кофе с молоком пью с утреца. Поставил варить картошку скоту. Ну и сегодня будем заниматься обычными деревенскими буднями. Сейчас пока дождя нет, на улице замечательно. Ну что поделаешь, это осень. А осень у нас в регионе всегда такая. Курицы пока у нас еще на улице гуляют. Кстати, по курицам. Давно-давно кто-то уже спрашивал. Я уже забыл. Вот сейчас как раз вспомню. Курицы у нас ходят до заморозков на улице. Даже если на улице минус 3, минус 4. Они у нас все равно на улице гуляют. И при этом они несутся. Посмотрим, как вот эти, нынче будут нестись, курицы породы легорн. Мы их стараемся приучить, или, так сказать, адаптировать к небольшим морозам. Ну а в сильные морозы мы обычно подключаем дополнительное отопление в конвектор. Запрограммируем его на плюс 15 градусов. И он отапливает в сильные морозы. Но это градусов 30, например, 25, минус. Ну, естественно, когда и ниже 30 тоже. У них уже на полу где-то 0, плюс 2 бывает на полу в сильном морозе. Пол там деревянный. Но я тоже неправильно сделал. Надо было с самого начала зарядить и глубокую подстилку, которая отдает тепло, чтобы дополнительно не обогревать. Но сейчас полы не буду уже разбирать. Чтобы полы разобрать, там все надо разбирать полностью. Вот. Ну а так нормально. Если на полы глубокую подстилку, то это быстро полы изгниют просто. А внизу в клевушке мы уже зарядили глубокую подстилку для свиней. Свиньи уже бегают. Ну там вот такой слой где-то сантиметров 40 примерно. Подстилки. Ну, не знаю, посмотрим. Заработает она, не заработает. Ну вот, свиньи там роются. Косы же на улице не гуляют. Ну, холодно. Да и грязно вот эта слякоть вся. Ну, а так особо новостей никаких нет. Потому что, ну, пока все одно и то же. Та же работа, те же будни. Ничего нового нет. Ну, сейчас попью кофеек и пойду работать. Уж простите, что я вот так вот с кружкой перед вами тут кофе пью. Я думаю, вы тоже некоторые люди, кто смотрит ролики, садятся, берут там то чай, то кофе. Кто там еще что-нибудь ест и смотрит. Ну так ведь? Ну вот. Так что тут уж ничего страшного нет. Просто копия. Я тоже не люблю, когда кто-то на камеру чавкается. Вот на некоторых каналах бывает смотрю. И когда люди говорят. И чавкают прям на камеру. Мне тоже это не нравится, конечно. Ну, что поделаешь. Ничего страшного. Нам много чего не нравится в жизни. Ну что. Приходится с чем-то смиряться. Терпеть. Так, ну что. Мы, наверное, зиме-то уже почти готовы. Осталось еще немножко. Вот доделаю стену. Осталось мне на втором этаже у девчат в комнате доделать стену. У меня сейчас пеноплекс кончился. Еще пять листов надо докупить. Ну, вот пока работа встала. Потом докуплю пять листочков. И доделаем стенку. И у них там гардероб уже доделаю. Уже все, чтобы они там уже вещи складывали. Сейчас тоже там такое чемоданное настроение. Потому что из гардероба все вынесли. Ну, чтобы работать было удобно. Сделаем полки. Ну, и в гардеробе там зеркало. Вешалки. И там они уже все сложат, все одежду свою. И тогда займемся уже другой работой. Вот все. Люди звонят, пишут, говорят. Сними ролик о видеообзоре своей мастерской. Ну, там пока ничего не готово, можно сказать. Наполовину только сделано все. Сейчас я делаю второй верстак мастерской. Ну, это, наверное, больше интересно о мужской половине. Потому что, в основном, мужики мне говорят об этом. Может, женщинам-то не очень интересно это. Но, тем не менее. Приходится снимать и то, и то, и то. В общем, сделаю я. Установлю там все. И тогда уже буду снимать. Сделаю полный обзор детальный, кому интересно. Хотя роликов в Ютубе полно. У кого как, свои тонкости. Ну, конечно, у каждого свое устройство, так сказать. Так что, ждите. Будет. Может, чуть попозже, правда. Потому что мне надо будет купить ЛИС ОСБ для верстака. Закрыть его. Установить все. Инструменты поставить. А, кстати, вот что я хотел еще сказать. Как-то в одном из роликов, ну, это длинненько уже было. Он мне вот в голове сидит, все никак не вылазит. Думаю, надо как-то ответить на него. И все, я как-то не могу ответить. Прозвучал он так, примерно. Дословно сейчас не помню, но примерно. Одна женщина написала. У тебя, говорит, в сарайке, ну, якобы в мастерской в сарайке. Она сарайка называла. Лучше, чем у твоих девчат на кухне. Ну, просто то, что вы видите, вы видите всего лишь некоторые эпизоды из наших деревенских бутин. Вы не все видите. Поэтому иногда нужно что-то объяснять, что-то говорить. Так вот. Я скажу так. Ничем не лучше, чем у девчат, у наших на кухне. Потому что вот все, что здесь построено, если бы не было инструментов, я бы ничего этого не построил. Руками голыми это ничего не сделаешь. Поэтому нужны были инструменты. Вот когда мы вот эту землю купили, она у нас была голая земля здесь. И вот вместо этого дома стоял маленький домик 2х4. Это тому домику было, который здесь стоял. Ему было около 100 лет. Вот представьте себе, около 100 лет. И вот в том маленьком домике, который был здесь вот до этого, старенький, в нем тоже жила семья. И как они умещались в нем, я не знаю. В общем, дело не в этом. А дело в том, что этот домик мы разобрали. И потом уже на месте вот этого домика, ой, вместо этого домика поставили вот этот. Так вот, суть в чем? Если бы у меня не было инструментов, я бы ничего не сделал. Потому что вот все, что здесь сделано, я делал в одни руки. Из этого я и спину нацедил. Ну, еще лесом добавил, конечно. Сейчас у меня проблемы со спиной. Вот. Ну а как? Без инструментов? Бензопилы, обязательно бензопила нужна в хозяйстве. Как без нее? Ни дров не напилить, ни дом построить, правильно? Болгарка нужна? Ну, так я бы не сделал ничего. Что связано с металлом? С металлом здесь много чего связано. Забор этот же там. Ну, еще разные детали. Потом другие инструменты. Работа с деревом, там, рубанок или еще что-то. Поэтому говорить, что лучше, нисколько не лучше. Потому что все, что здесь находится, все начинается именно с инструментов и с рук. Иначе никак. Ну, конечно, может кто-то не согласится с этим. Ну, дело хозяйское. Я говорю так, как есть, так, как у нас есть. Это ладно. В общем, доделаю мастерскую. И потом у меня есть, конечно, желание. Уже мы со Светой тоже думали. Мне хочется ей сделать швейную мастерскую. Потому что Света у меня швея. Она любит шить. Но у нас нет места. Потому что домик у нас маленький. На улице же мастерскую я не будешь делать швейную. Да и площади нужны ей побольше. Потому что там для выкройки больших материалов нужен большой стол. У нас этого нет пока. Поэтому ей тоже приходится уютиться дома. Доставать машинку на стол. Там пошила что-то. Опять убрала. Она верлок достала. Опять убрала. И вот тоже где попала вот так вот. У нее ее инструменты. У нее тоже инструменты. Инструменты есть. У нее швейная машина. У нее верлок есть. Кухонные инструменты у нее есть. Электромиссурубка есть. У нее там миксер. В общем все такое. Так что сказать что лучше. У меня лучше чем у нее. Ошибаетесь. Поэтому она просто. Она убирает все так что ей не видно. А у меня все на виду тут лежит. Ну да ладно. Это не важно. Суть то в том что. Это же все общее. Это все семью. Это нельзя сказать. Вот это мое. Это твое. Это же все для семьи делается. Понятно тут. В чем разговор вообще. О чем речь может быть. Поэтому вот такая вот ситуация. Сделаем обзор чуть попозже. Потом. Планов у нас много конечно. Хотели еще. Мне нужно сделать скребок. Для чистки снега. На колесах я хочу сделать. Потом снегорез нужно сделать. Тоже работать с металлом. И тут и с металлом. И там с металлом. Чтобы с крыши снег убирать. Поэтому это не только в мое удовольствие. Ну это еще некоторые может быть заказы даже делать. Работа с металлом. Потом про улик надо сделать. Опять все это для семьи. Потому что я хочу сделать нуклеусы. Для вывода маток. На следующий сезон. То есть много чего надо делать. В доме работаю. Дома ремонт надо сделать. В общем без работы не сидим. Если ввиду допустим погодных условий. Допустим на улице дождь. Еще что-то. Мы работаем дома. Или я в мастерской. Или дома что-то делаем. Если дождя нет. Делаем работу на улице. То есть постоянно. Постоянно в движении. Поэтому. Если нет работы. Мы ее найдем. Обязательно найдем. Будем что-то делать. Потому что ничего не делать. Ну. Разно. Если в голову лезут. Давид диван давить. Не хочу. Лучше что-нибудь делать. Конечно есть еще желание. У нас. Ну не знаю. Мечта. В общем мы тоже за свету думали. Вот сюда вот к этому дому. С этой стороны сделать еще пристрой. Потому что. Ну. Домик маленький. Сами понимаете. На первом этаже 36 квадратных метров. На втором этаже 24 квадратных метра. То есть у девчат комната. Поэтому приходится и питься. Ну. Для нашей семьи это маловато конечно. Вот. Кухни маловато тоже. Там не развернуться. Ничего нигде. Хочется чтобы на кухне был. Этот. Как его. Обеденный стол. Чтобы можно было прийти на кухню. Нормально поесть. А то приходится в комнату убегать. Потому что места-то мало. Вот. А сюда вот хочу пристрой сделать. Ну. Такой небольшой. Я так. Примерно смету прикинул. Ну. Да. Не буду об этом говорить. Какую смету прикинул. В общем и здесь. Хотелось как бы сделать две комнаты. Одна комната. Ну. Кухня такой. Зал. Там стол. А другая часть. Там уже. Сделать душевую. И. Ну. Туалет можно перенести туда. Ну. Стирельную машину. В общем. Все такое. Сантехническое. Можно сказать. Все туда перенести. Ну. Это может быть когда-нибудь. Будет. Такой вот у нас монолог сегодня с вами получился. За кружкой кофе. Как говорится. Не за чашечкой. За кружкой. Потому что. Я кофе в чашках не пью. Я обычно пью из кружек. Налил. Нормально попил. Так. Чисто по-деревенски уже. Из походной кружки причем. А то этими чашками пьешь. Маленькие такие. Нальешь. Только выпил. Опять наливай. Тут налил уже и сразу пьешь. Нормально. Так ведь? Вот. Не знаю. Может кто-то из вас тоже так же. Ну. Ну мы так по-простому. Мы же люди простые. Крестьяне. Ну ладно. Вот такая вот болтовня у нас сегодня получилась с вами. Небольшая. Так что ждите следующих новостей. Задавайте вопросы. Если интересно что-то. Какие-то вопросы у вас возникают. Задавайте. Кому интересно задают. И в соцсетях пишут мне порой вопросы. На вопросы я стараюсь отвечать. Ну в пределах моей компетенции. Так сказать. Вот. И даже если у кого-то возникают неудобные вопросы. Кто-то вот спрашивает. Где вы работаете? А нет. Кто-то спросил. Почему вы не работаете на официальной работе? Ну об этом я много уже говорил в роликах. Просто люди которые уже позже присоединяются к нам подписываются. Скорее всего прошлые ролики не смотрят. Потому что там их много. Все же не пересмотришь. Я понимаю все это. Но я много раз уже об этом говорил. И повторюсь еще раз. Что я работаю на официальной работе. В бюджетной организации. Ну и получаю соответственно. Сами знаете. Сколько получают бюджетники. Простой рабочий. У меня простой рабочий. У меня не как вам сказать-то. Не офисный работник. Вот. Поэтому. Задавайте вопросы. Если возникло много будет вопросов. Можно сделать онлайн трансляцию. Ответы на вопросы. Для кому интересно. Можно отдельно как-то. Записать в видео. Вопросы и ответы. Вот. Потому что ваши вопросы мотивируют на съемки новых видео. Там если кому интересно. И таким образом. А то бывает сижу не знаю что снять. Что не снять. Кажется одно и то у нас. Что снимать. Вот. Поэтому. Ну естественно. Если вы хотите поддержать наш канал. То сделать это очень просто. В описании под каждым видео. Там написано. Там ничего сложного нет. Просто там не надо никаких вложений. Никаких я не знаю. Просто. Для вас это очень просто. И буду весьма благодарен вам. Что вы поддерживаете наш канал. Деревенские будни. Продолжаются. В общем. Друзья. Оставайтесь с нами. Пишите комментарии. Или не пишите. Ну как хотите. Я стараюсь отвечать на все комментарии. Читаю все ваши комментарии. Как говорится. Будут вопросы. Будут новые видео. На вопросы. Всем пока. Ждите следующих новостей. С вами был канал Деревенские будни. Ну и я Андрей. И моя семья. За кадром. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok